Операцией руководил начальник управления ФСБ России по Краснодарскому краю Игорь Колосов при участии главы региона Вениамина Кондратьева. Силовики, правоохранители и медики отработали несколько сценариев. По легенде, террористы захватили судно. Необходимо спасти заложников, заблокировать водный транспорт и обезвредить захватчиков. Отработали и действия при крупных ДТП на путепроводе. Здесь оперативность продемонстрировали спасатели и медики. Отработали алгоритм действий и при захвате злоумышленниками автобуса. Губернатор отметил межведомственное взаимодействие и поблагодарил участников учений за работу. Обеспечивать безопасность Крымского моста – это ежедневная работа. Ежедневная, а не разовая. Мост примыкает к нашим территориям, поэтому на нас особая, особая, подчеркиваю, ответственность за безопасность Крымского моста. И сегодня, продемонстрировав свое умение, навыки, профессионализм на высочайшем уровне, можно смело сказать, что мост находится под надежной охраной и защитой. Всех хочу вас поблагодарить за службу и выразить надежду, что дальнейшие совместные учения, как следствие, будут нести за собой еще большую отточку профессиональных ваших навыков и умений. Основные задачи, поставленные на сегодняшний этап, выполнены. Особое внимание уделялось вопросам организации взаимодействия. Считаю, что уровень взаимодействия возрастает. В дальнейшем учения будут проводиться на регулярной основе с отработкой новых элементов. Сегодняшние учения, несмотря на ясный солнечный день, проходили в достаточно сложной ветровой погодной обстановке, тем не менее, основные задачи выполнены, решены на должном уровне. Учения стартовали больше недели назад. За это время правоохранители и силовики края проверяли антитеррористическую защищенность объектов инфраструктуры Тимурюкского района.